Сегодня было принято изменение правила, которые были приняты в 2008 году. И за этот период времени они не менялись, не дополнялись, ничего. Хотя законодательство в этом плане постоянно имело определенные изменения и дополнения. Первая задача была привести их в соответствие с законом Украины о рекламе типовых правил кабинета министров. И вторая задача была направлена на то, чтобы в городе Одессе рекламу сократить в одной части, в другой плане эффективно использовать ее. И третья часть это, чтобы эстетический вид города от этого не пострадал, а только улучшиться. То есть элементы как благоустройство произведения. В том же плане было, ну там по документам, я не буду расшифровывать, по договорам, это вам не интересно, какие изменения, допустим, по поводу утилизации ранее демонтированных рекламных конструкций. В тех правилах, которые работали до сегодняшнего дня, там не было прописано процедур самой, ни утилизации, ни сроков хранения, ничего. Сейчас у нас определена процедура утилизации конструкции и срок хранения. До года хранятся, после года они комиссионно утилизируются, эти рекламные конструкции. Это сокращает наши затраты на содержание этих центральных площадок, то есть охрана, территория и все такое прочее. Это основные позиции. Демонстрация была, вы видели визуализацию, мы в исторической части города ведем на сокращение площади рекламных конструкций. То есть у нас действуют правила по размещению рекламы в городе Одесса и действуют правила по размещению вывесок. Это две большие разницы. Некоторые путают это. Я прошу, чтобы на это акцентировали внимание, потому что это две большие разницы. К вывеске одни требования, к рекламным конструкциям другие требования. Хотя некоторые бизнесмены, когда не могут узаконить вывеску, они идут на хитрость. Они подают документы, узаконят эту конструкцию, как рекламную конструкцию. То есть это, когда они хотят больше площадь иметь самой конструкции. Вывеска у нас ограничена с 2016 года до 3 квадратных метров. Она уже существует в исторической части города Одессы. Рекламные конструкции были без ограничений. И вы видите в результате, что у нас творится с фасадами. В исторической части, я уже молчу про другие части города. Мы этими правилами ограничили рекламную конструкцию фасадную до 3 квадратных метров. Сделали так же, как вывеску в исторической части города Одессы. Также стационарные рекламные конструкции, которые находятся в исторической части города, они ограничены до 4,5 квадратных метров. Больше не могут быть эти конструкции. Также мы по всему городу, вы видите, ограничили размещение рекламных конструкций на электроопорах, на столбах уличного освещения, на заградительных сооружениях, которые ограничивают пешеходную зону от проезжей части. То есть это все будет ограничено. И, чтобы все понимали, это не говорится, что с завтрашнего дня это всего не станет в городе Одессе. Оно есть, то, что находится на разрешениях. Разрешения не действуют 5 лет. Закон обратной силы не имеет. Как только заканчивается действие договора и разрешения, человек обращается с просьбой на продление, пока он не приведет в соответствие уже с новыми правилами условий, он не получит продление. То есть доза будет аннулирован, и ему по-новому надо будет заходить на оформление, уже соблюдая ограничения площади вместе всему этому. Понимаете? То есть, если мы берем отчет 1 августа 2019 года, то этот порядок в городе будет наводиться постепенно, каждый день, и на протяжении 5 лет мы будем иметь в городе то, что уже прописано в этих новых правилах. Естественно, большую роль играет это повышение тарифной ставки. С 2008 года никто не пересматривал, не рассматривал тарифную ставку за аренду коммунальной громадской земли и зданий сооружений. Мы эту пересмотрели, экономически обосновали, мы разработали и применили новую методику по счету этого всего, потому что не было методики. Непонятно в 2008 году вообще, что там было, какие исходные брали данные для установки этой ставки арендной. мы взяли, применили опыт города Харькова и города Львова и, так сказать, адаптировали под наш город. Естественно, если так в среднем сказать, то арендная ставка увеличилась в 2 раза. Ну, это грубо. Ну, вы видели презентацию, там были конкретные цены, естественно, это все будет пересчитано. Но мы смотрим, у нас среднее поступление в бюджет с каждым годом, последние 2 года, примерно 28 миллионов. Мы сейчас смотрим на то, что в следующем году в связи с этим повышением у нас будет арендная ставка увеличена и поступление в бюджет будет увеличено примерно 40 миллионов. Это грубый подсчет. Почему? Я скажу не в 2 раза, как примерно тарифы, а чуть меньше, потому что мы идем на сокращение рекламных конструкций площадей рекламных в городе. Понимаете? То есть оно пропорционально. Здесь добавляется, здесь убывается, но, тем не менее, добавляется больше, чем убывается. И, естественно, это первый шаг, как сказал Геннадий Леонидович, это действительно мы с бизнесом проводили консультации. И бизнес уже пришел к этому, согласился с нами, что в Одессе очень много рекламных стационарных конструкций. Их много, и они не востребованы настолько, насколько они востребованы, допустим, во Львове, в Харькове, в Киеве. У них и цены меньше, и рекламных конструкций много. В связи с этим бизнес согласился на то, что пойдет пропорционально на сокращение этих рекламных конструкций. Начнем с основных площадей, с перекрестком, но это надо садиться, это большая работа. Почему? У нас в городе существует 51 комплексная схема по всем улицам. Она прошла эти схемы исполнительной комитеты, и даже некоторые пришли сессионные слушания. Поэтому нам для того, чтобы это вынести на исполком, вынести на сессию, нужно сесть, все это отработать, учесть все пожелания, вы же знаете, мы идем по процедуре. Мы можем действовать только согласно закону. Почему? Потому что это все рабочие места, это люди. И Геннадий Леонидович сказал, чтобы мы, так сказать, принимали меры, которые приемлемы и для бизнеса, и для города, и для граждан. Они лезли там по-живому или в ущерб кому-то делали вот эти все наши мероприятия. У нас есть время, у нас есть и техническая возможность с этого дня, у нас есть и юридическая возможность. Продолжение следует... Продолжение следует...